вам только что сделали анализ крови и какой-то чокнутый доктор или медсестра охраняет результаты так как будто это государственная тайна однако после долгих уговоров и объяснений что вы всего лишь хотели быть информированы о собственном здоровье они неохотно отдают вам копии анализов беда в том что сколько бы вы не похвалились ваше более чем поверхностное медицинское образование не дает вам возможности понять для чего проводится половина анализов и стоит ли переживать из-за этих отклонений от нормы или же нет что в следующих видео я собираюсь рассказать о каждом наиболее распространенном анализе расскажу для чего они проводятся о чем свидетельствуют и каковы типичные нормы для среднестатистических нормальных людей таким образом у вас будет немного больше информации для оценки вашего здоровья нежели сообщение семейного врача наподобие что ж эти значения тревожны но вы вероятно будете в порядке еще одно примечание перед тем как начать величины которые я буду перечислять это всего лишь средние значения и диапазоны могут незначительно отличаться от лаборатории к лаборатории также если описывается только одна шкала диапазона то она применяется и к мужчинам и к женщинам липидограмма используется для определения возможного риска коронарной или сосудистой болезни другими словами болезни сердца липопротеиды высокой плотности липопротеиды низкой плотности и общий холестерин эти липопротеины должны быть довольно знакомыми большинству из вас липопротеиды высокой плотности является просто хорошим липопротеином который действует в качестве акцептора молекулы и предотвращает накопление материала липопротеиды низкой плотности это плохой липопротеин который скапливается в стенках артерий и приводит к их закупорке или снижению кровотока соотношение холестерина к липопротеидам в высокой плотности также важно. Тем не менее быстрое напоминание. Ваш ЛВП должен быть 35 или выше, ЛНП ниже 130, а общее соотношение должно быть 3,5. Ну и не забывайте о липопротеидах очень низкой плотности, которые тоже могут вызвать беспокойство. У вас должно быть менее 300 мг во избежание опасности болезни сердца. С одной стороны, я уверен, что некоторые из вас хотят аномально низкие уровни холестерина в плазме, словно это что-то такое, чем можно хвастаться. Но дело в том, что очень низкий уровень холестерина свидетельствует о тяжелом заболевании печени. Триглицериды. Триглицериды это обычная форма жира, которая присутствует в кровотоке. Они транспортируются двумя другими виновниками, ЛНП и ЛНП. Высокий уровень триглицеридов является фактором риска развития болезни сердца. Уровни триглицеридов могут увеличиваться, если вы потребляли еду или алкоголь за 12 или 24 часа сдачи крови. По этой причине вас просят не есть за 12 часов и не употреблять алкоголь за 24 часа пересдачи анализов. Вот вам нормы, которые должны быть у здоровых людей. Гомоцистеин. К сожалению, этот тест не всегда назначается врачом, а должен быть. Гомоцистеин образуется при метаболизме пищевой аминокислоты метионина. Проблема в том, что он может стать фактором большого риска атеросклероза. Другими словами, высокие уровни могут стать причиной сердечного приступа. Большое число же лифтеров должны быть обеспокоены этим значением, так как уровни гомоцистеина увеличиваются при приеме анаболических стероидов. К счастью, прием фолиевой кислоты около 400-800 микрограмм в сочетании с большим количеством всех витаминов группы В, в целом будут длительное время предотвращать увеличение уровней гомоцистеина. Нормальный диапазон следующий. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайк, а также ждем подписки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!